С по-настоящему олимпийским настроем спортивные бабушки из 10 районов Новосибирска выходят на общее построение. Вроде бы играя, они соревнуются за звание самых сплоченных, самых подтянутых, быстрых и метких. Сначала эстафеты. Начинается все с самой простой. Дальше уже забег одиночный, но, прямо скажем, не очень комфортный. И снова командный забег. Гусеницы. В каждой команде по 9 участниц. Все они чьи-то – жены, мамы, бабушки. Правда, хорошо они выполняют не только эти социальные роли, но и успевают спортом заниматься. Причем не ради достижений медалей, а ради себя любимых. Мы все подготовлены. Мы где-то занимаемся спортом, гимнастикой, ходим на танцы. Мы принимаем участие во всех городских мероприятиях. Поэтому мы люди подготовленные. Мы, как говорится, детей воспитали, внука воспитали, но пора заняться и собой. Наши девчонки, вот мои представители, удивлять будем тем, что мы боремся за здоровье. Помоги себе сам и помоги другим. А как вы познакомились между собой? О, это уже давно, это долгая история. Пять лет мы вместе и делаем все наши мероприятия вместе с городом, отдельно. У нас группа здоровья по профилактике здоровья всего организма. Наверное, секрет молодости в самом состоянии души. После эстафет следующее задание кажется простым – забросить мячи в корзину, закинуть кольца на палки и даже сыграть в мини-боулинг. И тут уже невозможно различить, где какая команда. Все друг за друга болеют. В общем-то, говорят бабушки, никто и не воспринимал эстафеты как борьбу. Это скорее лишний повод оздоровиться, повеселиться и зарядиться бодростью еще на десяток-другой лет.